Каждому из нас одинаково подарили бесценную возможность жить на этой земле, смотреть бесконечное небо, радоваться и любить. Болезни и особенности развития не должны стать чертой, за которой дети с инвалидностью останутся одинокими и непонятыми в нашем мире. Именно поэтому, чтобы противопоставить милосердие, черствости, а любовь равнодушию, в 12-й раз в День защиты детей в нашем городе проходит областной творческий инклюзивный фестиваль «Вместе мы можем больше». Мы хотим этим фестивалям задать заряд бодрости не только ребятам, но и их родителям, педагогам, которые присутствуют на нашем празднике. Мы считаем, что максимальное проведение таких праздников, оно как раз и способствует тому, чтобы наше общество стало толерантнее, добрее, ну и чтобы в нем, как и в любом цивилизованном обществе, была сформирована прочная инклюзивная культура. Создать для детей условия, возможности и по возможности праздник. Вот это, наверное, основная идея фестиваля, чтобы ребенок, а особенно ребенок, у которого есть определенные сложности жизненные, мог приехать и почувствовать атмосферу праздника, поучаствовать в нем, сказать о том и показать, что он умеет, что он может, что он такой же, как все, и даже лучше. Поэтому мы сегодня в Центре молодежного творчества традиционно в 12-й раз проводим такого рода мероприятия. Фестиваль собрал более 400 участников из всех уголков Брестской области, воспитанников центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных вспомогательных школ, интернатов и домов творчества. Уже в фойе ребят ждали увлекательной интерактивной площадки, которую для них подготовили различные организации, учреждения образования и общественное объединение Бреста. Белорусский союз «Женщина» областная и городская организация всегда принимает участие в этом мероприятии 1 июня. Мы подготовили подарки детям, которые будут касаться их творчества. Это будут и планшеты, и альбомы, и цветные карандаши, и мелки. Все для того, чтобы они могли себя выразить, свои эмоции, свое отношение к жизни, к миру. Здесь можно было проявить творческие способности, сделать аквагрим или прическу. Неравнодушные люди постарались, чтобы ребята могли узнать что-то новое, поучаствовать в разных активностях, да и просто хорошо и весело провести время. Наша центральная библиотека сегодня приехала на праздник со своей выставкой вместе с книгой в лето. На этой выставке можно полистать литературу, поучаствовать в мастер-классах. Дети с такой работой справляются, и наша задача познакомить их с рукоделием, сделать закладки, но и, конечно же, сказать о том, что библиотека их ждет и целое лето. Важна социализация детей. Дети получают положительные эмоции, восторг, ну и, конечно, знакомятся с новыми друзьями. Конечно, нужен, конечно, эти инклюзивные мероприятия нужны. Нужны. Нужно не забывать, что все мы разные, но все мы достойны лучшего и хотим быть равны. Эмоций и впечатлений было так много, что казалось, фойе Центра молодежного творчества просто наполнено положительной энергетикой этих особенных деток. Что вы сегодня будете делать на этом фестивале? Мы хотим выступать. Тебе здесь нравится? Да. А что больше всего нравится? Радуга с вами. Это у тебя веселее. Хороший фестиваль? Да-да. Еще приедешь сюда? Да. Откуда вы приехали? Из списка. Вам здесь нравится? Да. После интерактивных площадок гостей фестиваля пригласили в концертный зал, где участники продемонстрировали, что ограниченные возможности – это не преграда для безграничного творчества, а высшая степень проявления любви и человечности – творить вместе, не создавая преград. Мы представляем нашу школу 13 совместно с Брестской организацией «Стимул». Мы выступаем на фестивале и тесно поддерживаем связь. Также мы хотим показать, что дети с особенностями – это такие же обычные дети, и мы стараемся, чтобы они чувствовали себя комфортно. Фестиваль «Вместе мы можем больше» подарил много лучиков, тепла и радостных моментов детям и взрослым. А потому в следующем году обязательно вернется вновь.